Сегодня 30 июня, в 2015 году, у твоей молитвы нет. Потом еще чтение в Евангелии будет. Прими, Господи, моления наши, воздияния рук, как жертву, пред престолом благодати Твоей. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе, на земле. И услыши молитвы тех, кто молится нас во благо нам. И прими наши молитвы, а всех заповедавших молиться о них. Да будет все по воле Твоей, Святой. Аминь. Говори, Господи, слушай, и ты слышишь трав Твой. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Ну дай. Я хочу вот это ударить. Бить надо со всего размаху сильнее. Прям размахнул, как дал, чтобы потерянка проснулась. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 4 глава, 13 по 20 стихи. И говорит им, не понимайте этой притчи. Как же вам уразуметь все притчи? Вчера, о какой притче-то мы слышали? Про Сеятеля. Про что? Про Сеятеля. Про Сеятеля. Сеятель Слово сеет. Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель Слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется Слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит Сатана. И похищает Слово, посеянное в сердцах их. Ты остановись, Виктор, понимаешь? Вот люди, когда считают это, как он может поверить, когда он не верит, что есть Сатана? Христос говорит, Сатана это личность. Она незримо присутствует там, где находятся люди. Он, конечно, не является всем, но некоторые его видели. И Мотовилов Серафиму Саровскому сказал, говорит, вот бы побороться с ним, он говорит, ваше боголюбие, что ты сказал? Он одним когтем вес может перевернуть землю. Такая сила, какие они были когда-то там. И вот однажды он, когда сидел с рукописями, что-то там разбирал, в это время форточка была открытая. И в форточку вечером начал вползать, извиваясь туман, как лента. И он не хотел, а то сам рот разинул, и весь этот туман в него вошел. И он начал бесноваться и биться. И что он стал видеть? Он увидел червя. Червь не умирает, огонь не угасает. Я этого червя брал, он проникал в нос, вылазил из-за затылка, по всему органам проходил. Мучил и грыз. Я испытал, говорит, такой гиемский огонь, что несколько раз в день приходило Сашу соскабливать. Из тела выступала. Тартар Мороза. Сказал слова. Сказал, а мы говорим, совершенно не думая, что у Бога это все зафиксировано. Слово имеет силу воплощения, Григорий Низский говорит. Ты сказал, ты отошел, забыл, а оно пришло в свое время. Ты это сказал. Зачем ты это сказал? Поэтому за речи своей следить надо. Слышишь, нет? Да. Зажмурился. Ты говоришь, совершенно не думаешь. Ну, вчера же на один день только сколько всего увидели. Где были, с кем разговаривали. Каждое слово фиксируется. Люди боятся вот этой записи, которая записывается на видео, как огня. Почему? Потому что живут грешно. Как правило, человек грешит, а ему не хочется, чтобы видели. Вот он пьяный лежит. Мы приехали, он пьяный лежит. Но теперь глаза он открыл, проснулся. Он не хочет, чтобы его такого видели люди. Но ты каждый день пьяный. И она полупьяная сидит и тоже не хочет. Прям буквально за аппарат сцепляется. Другие не пьяные. Прям криком кричат. Не снимайте. Милицию там подам. Почему? Причины разные у людей. Иные боятся, потому что выглядят непрезентабельно, как говорится. Не так, как хотелось бы. Ну, что у нее синяк. Вчера от мужа получила награду в получку. Вот. Она не хочет, чтобы ее другие видели. Другой ворует. И у него ворованная дома. И теперь он не подготовился. Почему нас не предупредили? Там приехали. А они не убрали ворованная. Ворованная здесь во всем. Ворованная во дворе. Дрова. Хорошая спиленная. Береза. Видно, что она молодая. Стучков нету. Этот человек на этом живет. Он не понимает этого. Скрывать это надо от греха. Дьявол перевернул вот так все. Бог сделал так, что в совести заложено стыд делать грех. А к покаянию, ну, прости меня, если грешил, не знаю. А сатана наоборот. Грех делает человек с бесстыдством. А к покаянию не допускает. Как покаяться? Выходит признать себя виновным. Перевернутый златоуст говорит это все. И приходит сатана и похищает. Ты не потому не веришь, а ты грамотный, что-то узнал, почему души нету. Потому что сатана похитил. Сатана. Ты не молился. А сатана подошел и похитил. Он взял и отнял это семя. Семя. Ты его забыл. Я же тебе вчера считал. Не понимаешь. Тебе разъяснял притчу. Не понимаешь. Напротив меня ты сидишь. Андрюша. Напротив меня сидишь. И за одной чашкой я лезь. Раз сколько тебе говорю. Не наклоняйся на чашкой. Совершенно как вот оболтусы какие-то. Балбишки. Просто на чашкой не склоняйся. Даже этого не можете сделать. Вот ребенок ходит. Ну какая-то студия там где-то. Родители его записывают. Балетная. Как они научатся ноги поднимать там. Вертеться. Сколько раз. Все могут сделать. Перекреститься не может. Ребенка говорю. Перекреститься. Он на меня смотрит. Начинает. Он говорит. А зачем туда-то? А куда? Я сказал тебе. На правое плечо. Он в нос сунул себе. То в нос, то в пах сует. А так кто? Евгений Втушенко пишет. И все в попыхах. Дьявол похитил. Страха Божия нет. Человек не думает о смерти. А когда умирает. Род вот такой разденул. И ангел здесь есть. И сатана стоит. Да я не верил. А теперь неверие твое кончилось. Как только ты кровь остановилась. Разум погас. В это время ты хочешь, не хочешь. В тебя Бог вложил веру. А как не верить, когда он стоит сатана? Маленький ребенок. Вот такой вот совсем. И все время матерится. Матерится. И в это время заболел смертельно. Отец его на руках держит. Шесть лет. У нас даже таких и нет. У маленьких там. И он кричит отцу и тятю. Вот они меня тащат к себе демона. И умер на руках отца. Маленький ребенок за себя уже отвечает вовсю. Он видит. А отец-то его держит. Не видит. А он кричит. Обороняется. Отбивается. А это не... Вот говорит. Допился до чертиков. Пьяный. Он видит, как черти приходят. Вот пьяный рассказывает. Ну я напился. Пошел домой. Ну в гостях был. Чего я тебе? Гляжу. Говорит. Тройка скачет на конях. Подвезти тебя? Я говорю. Везите. Да пошли вы к черту. А он черт и сидит правит. И вот едут-едут. Он видит уже и деревни даже окончится. И не кончается. Он говорит. О господи. Да когда же приедем-то? Только сказал господи. Трынь. Не тройки. Не саней. И он сидит где-то в степи на сугробе. Он говорит, как ехал, ногу в кашовке высунул. И сижу на сугробе, нога в стороне. Я и опешил. Мороз. Метель начинается. Я один в степи. Вот это я задрожал зубами. Господи, а где я нахожусь? На черте прокатился. Да брел-брел. Увидел огонек у кого-то горит. Да зашел. Приняли его там ночевал. А другому он по-другому явился. Какой хороший, смотри, трава какая-то. Ты полежать, наверное, хочешь? Да, хочу. Ну пошли дальше. Так когда забрел уже, стал захлебываться. Что-то много ему налили. Так когда-то в болото залез, тонет уже. Это глаза-то Господь ему открыл. До чертиков допился. Вот приходит и похищает. Так это люди рассказывают, которые рядом с нами живут. Которые едят и пьют здесь. Ты куда пошел-то? А куда он упился-то? За кошкой пошел. Куда он тебя утащил? А? Ты куда пошел сейчас? За кошкой. За кошкой. А то сатана тебя потащил за кошкой. Никакой кошки уже там и не было. Мы считаем, все вместе стоим за... Тебе кошка нужна? Я тебя с кошкой посажу в келью. Ты целый день там будешь. Тебе там дадут поесть и с ней посидеть. Как поедим, сразу я туда еду. Да, Тихо, подозрение, что он ягодку таскает. Пока подозрение тут. Его видела там тетя Валя. Ты залазил, ягоды брал? Ягоды нет, я платочек брал. Это нельзя делать. Потому что тут растет не для того, чтобы воровали. Нехорошего тебе пишется биография. Мама, а тебе это все, знаете, и понравится? Ну, не понравится, но измени отношения. Почему? Видите, нет замечаний никаких. Мы с ней друзья. Она подходит, вопросы какие-то задает, спрашивает. А тебя ничего нету. Ты уже сейчас надо падать где-то, ползти, переворачиваться. Там тебя пуля и настигнет. Твоя жизнь коротенькая будет. Пойдешь червей кормить. Карась ночной. Все у тебя не так идет. Почему? Сейчас стоял рядом. Говорим о божественном Евангелии. Тебя сатана захватил и потащил куда. Вот я говорю, а сатана тут я вам покажу сейчас. Сяду на Андрея и вверху буду ехать. И он поехал на нем, прокатился. А ты даже не думал об этом. Это личность. Спрашивает сатану, ты много одержал победы. А какая самая важная победа? Он говорит, самая сильная победа. Я доказал, что меня нет. Нет, потому обстоятельства, политические системы, разные фракции. Вчера смотрели это. Он доказал, что это все сатана делает. Фракции разные друг на друга. КПРФ, коммунисты, фашисты. Это все сатана лепит. А Христос нам дал Святое Евангелие. Там Майнкамф, тут Капитал, Марсов, Ленина. А суть-то одна и та же. Там автодавцы устроили книги, жгут, которые не одобряют фашизм. А здесь наоборот. Жгут те книги, которые прославляют Бога. А суть-то одна и та же. Это одни и те же демоны из одного мешка вываленные. Они боролись когда-то, подняли бунт на небе, революция была. И сколько их третьей части? Ну сколько третьей части, никто не знает. Может, там было 3 миллиарда. Но один миллиард упал на землю. И вот они упали здесь и теперь. Один оглох, другой ослеп. Бес, глухой и немой выйдет. Он зашел с человека, и человек глухой и немой делается сразу. Видишь как? Никаких повреждений физических врачей не следует. Не поймем, все у него есть. Ну почему он не разговаривает? Бес вошел. Иногда у человека бывает обостренный слух, как у погонения. Его считали, что это от демонов. Понимаете как? Вот эта болезненность, болезненная реакция на колокол, уши затыкают. Это все признаки беснования. Беснования. Всегда сумрачные лица у этих. Будь радостный, веселый. Написано, радуйтесь и всегда радуйтесь. Внутренне у тебя это на лице будет отображаться твоя радость. А у этих людей всегда сумрачность такая, тон-то лина. Вот она пришла, беги за ней. Вот кошка твоя пришла. Тебе люди-то не нужны. А может и кошки никакой нету, просто дьявол подскочил, рыжий, и все. Ты же ничего не можешь пересказать. Давай. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянные. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод. Один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. Что такое во сто крат, Тимоша, объясни. Не знаю. А? Не знаю. Не знаю, а почему не спрашиваешь? Во сто крат. Вот одно зернышко посадили, а выросло на нем несколько колосьев, сто зерен выросло. А одно зернышко дало в тридцать раз больше. Осенью собирают, там тридцать зернышек. Что непонятно. Маковое зернышко посадили, а собрали сразу триста мак. А редькое зерно приносит десять тысяч зерен. На все есть математические выкладки. Ты открой, посмотри. Сто крат. А что это принесло? А он сто крат больше людей нашел. Кому возвестил, кому помог. И об этом писали писатели. Тургенев много писал. Под разными видами. Как творить добро. У него маленькие такие этюдики. У Ивана Сергеевича Тургенева. Вы не считаете или все это не знаете? А вот надо считать вам. Это классика российская. Один человек много творил милостыни. Но случилось так, что напали воро. Украли многое. Что-то сгорело. И вот он наступил день, когда у него ничего нет. Он идет в церковь. Всем нищим подавал. Там вдова одна другая он содержал. Сиротам помогал. И ничего нет. Он стоит поесть, охота. И руку протянуть стыдно. А кто-то сзади говорит, обеднел. Он говорит, так получилось. А почему же не просишь? Он говорит, стыдно. Ну а люди, которые тебя просили, тебе было приятно подавать? Ну да. Ты через них получал царство небесное, да. Ну и так через тебя теперь будет. Он протянул руку. Человек, который шел первый. Ой, Господи, помилуй. Да я кошелек-то дома забыл. Ну хоть платочек дам. Посмотрел, я же переоделся и платочек-то нет. Протянул руку, взял его. Прости, брат. У меня нечего подать. Он говорит, благодарю тебя, это тоже доброе даяние. Ты меня братом назвал. Ты мне руку пожал, как Мария Тереза. Надо дать достойно умереть человеку. Она успевала во всем мире. Живая, святая, католичка, албанка. Мы должны лауреат Нобелевской премии, к слову сказать. А теперь по всему миру ее филиалы открыты. Матерь Терезы. Первые уроки она вела в Индии. На стене писали, ничего больше нет. Взяла осколок кирпича и писала. И она говорила, детей много. Лишние не бывают, как звезды на небе. Кто ее учил? А в монастыре сидят. А она выпросила разрешение у папы и пошла по всему миру. И когда папа ей там премию подарили машину, там такой Кадиллак, на корабле так трудно везли в Индию. И только она сразу нашла человека, там менеджера своего. Машину узнай, как подороже продать. И там вот детский дом, там совсем есть нечего. И пошла дальше. У нее ничего не было. У нее была одна великая любовь ко Христу. Вот нам пример. Пример. Не так, что ага, никто не видит, а я его шарнул. Не видит, а я его толкнул. Придумай игру ночью какую-нибудь, чтобы толкать. Не надо этого. Ты принеси плод. В 30-е, меньше 30-и нельзя. Еще, Ксения, спать охота, правда? Ну, зима впереди и будешь вставать там в пол первого. Есть фильм «Мать Тереза». Да, я видел. Где-то у нас на диске. Сколько сестер, форму-то достали, устав написали. Я в последнее время знаю, у нее было последовательно 300 тысяч по всему миру. Так это люди отданные на это. Которым не в тягость помогать ближним. Вот в Спитаке было землетрясение, она приехала уже сюда. Где бы что ни было в мире, и она уже туда стремилась. И вот она, шофер, говорит, едет, говорит, старушка согнулась. А я знал, что она молится вот во столько-то, в 5 часов у нее и молитва. И вдруг в 5 часов я на нее гляжу, и вдруг она открыла глаза, выпрямилась вся и превратилась в молитву. Она знала. Я у матери Терезы нашел, что она вставала всегда в 4.40. Ну, почему именно в 4.40? Вот меня спрашивают, у нас такой устав. Не знаю. Но что-то за этим есть. Я уже не раз встречал. Но я эту цифру нашел сам, ни от кого. Просто внутренне почувствовал. Вставать надо в 4.40. Ну, в 4 или в 5 бы, а то в 4.40 какая-то цифра-то непонятная. Не знаю. Я кое-что узнал, а вот это не могу узнать. Просто мне на сердце было положено, и меня ангел, видимо, подходит и пробуждает. Это в 4.40. Вставал в молитву. На молитве стою, ближе у Галя прошла, там то ли Надежда Васильевна прошла, еще четырех ей было. Во славу Божию! Ободритесь! Толкование прочитаю, я? Конечно. Здесь указано три разряда людей, которых слово пропадает. Одни невнимательны, эти означены словом при дороге. При дороге. Кто ты такой? Ты при дороге невнимательный. Кошка. У вас дома-то кошки нету? Есть, котенок. Есть? А в чем дело? Подарить, может быть, тебе надо? Возьмешь ее, нет рыжой? Ну, чтобы ты только от Евангелия-то не убегал-то при дороге. И гляжу, его нету. Пошел за кошкой. Кошка увела его. Это сатана похитил тебя. Слово, ты пошел, ты уже не слышал. Слово, которое Бог сеет сейчас. Сеет в сердца. А ты, говоришь, не знаю. Как, Тимоша, ты не знаешь-то? Ты вот был, когда солодки один только в свитере. И папа мне вчера говорит, почему же Тимоша-то в свитере-то? У него там и шортики есть. У тебя в мешочке-то, ты знаешь, что есть? Да. А? Да. Ну, так ты и надел бы. За Тимоша вроде бы следить надо. Ну, ты чувствуешь, что тепло надо. Я тебя не принуждаю. Слышь, как одевает. Другие, малодушные. Все, разумеется, под словом на камне. Третье, сластолюбивые, означаемое словом в тернии. Понял, Саша? Паша, это сластолюбивые. Ты поменьше всего на девочек смотри. Это главная опасность жизни. Это самое дорогое удовольствие. Жениться на скорую муку, руку на долгую муку. Она может себя показать такое, что выше ее никого нет. И в первый же, говорится, день, она уже будет совершенно другая. Платье, фату все это положит в шкаф или продаст. А дальше начинается то, что есть. Я говорю, у меня близкий человек один, уже детей у него шестеро. Ну и как? Да все еще с женой не ладится никак. А что ты искал жене? Ну, чтобы, конечно, прилично выглядело так правильно. Ну, какая была она? Ну, писание любила. И любит она писание. Ну, считает. А еще что? Ну, чтобы умница была. Ну, я никогда не думал, что она будет умничать. Умнее меня казаться. Вот это самая большая ошибка моя была. Она меня везде сейчас ущет, лезет. Вот у нас есть знакомая в Германии, Валентина Стартисон. Ну, она одна разведенная. В Германию уехала, там здесь немец был, женилась в России. А потом он поехал к ростникам. Там остался, ну и она, конечно, осталась. Там ее дочери, внучаты. Ну, я ей говорю, она на кухне работает, а я стою и записываю ее. У меня ролик стоит такой. Ну, ты, Валентина, с мужем-то хоть мирно жил? Да какой мирно все время? Я все время казалось умнее. Я учила его. Он что не скажет? Ну, вот как Кресева Рассаната-то-то. Он медаль получил. Нет, не медаль, грамоту. Ей не грамота, не медаль не нужна. Ей спорить надо. Вот. Он сидит, ногой качает, нога за ногу. Она смотреть не может. Она ест, он слышит, как она щавкает, как свинья. Он сидит, терпеть ее не может. А этого не было. Я все время казалось неравно ему. Я умнее его больше знаю. Ну, подравнялась ровная. Теперь одна ровная. Дома одному же нет. Он ушел к другой. Вот и все. А что, я говорю, тебе надо было искать? Смирение, кротости. Кротости добродетельная. Рана встает. На молитву она первая встанет. Ее вот у меня, Надежда Васильевна, я никогда не бужу. Никогда. Она уже на молитве стоит. Бывает, забухтит что-то где-то, я сразу на молитву в угол. А так-то все, звездонул между врагов, чтобы ее посадил на место. Но еще дальше. Я стану молиться. Обернусь, она рядом уже стоит. Опять сяду поесть, она опять что-то свое гонит. Волну на меня. Я опять на молитву к иконам. Помолюсь, я гляну, она рядом стоит, молится. И так бывает до трех раз на работу и ушел, не евши. Потому что если она что-то говорит нехорошее, у меня желудок не переваривает. Я не могу это определить. Я не знаю почему. Организм мой физически реагирует на это. Этот контрагент выбрасывает. И по-другому никак нельзя. Мужчина это ведущая сила. Это молитва. Если он любит читать Слово Божие, умеет пятиться, задний ход давать. Я не прав и отступился. Он может надеяться на нормальную жизнь. А если нет, я сказал, все, тема закрыта. Недавно я о нем здесь разговаривал. Вы потеряете. Я сказал, все, нет. Может, тебе Господь и говорит, чтобы смирить тебя. Господь смиряет нас. Нет. Я не пойду к тому человеку. Я одного просил пойти нуждающимся. Компьютер посмотреть. Он уперся ни под каким видом. Ну почему? Ну я сказал, не пойду и все. Ну почему? А я знаю почему. Нерасположенность ко мне. Пропуски в богослужении. И пропускает там где-то не бывает в субботу, в другое время. Ну а сатана свое дело там делает. Ну а дальше уже все остальное идет. Ну я сказал. Ну это слово-то твое. Что ты сказал? Сказал, я не пойду. А тебя пошел. Пилищик говорит, сказал, не пойду на работу. А потом пошел. Так он одобряется, этот сын. Одобряется. Ты сказал, не пойду. А теперь скажи. Я рассмотрел, меня попросили, я схожу. А может быть правда. Тот человек покается. Тебя Бог зовет. Ты на благовестие нигде не бываешь. Так и не мог убедить. Убеждал, убеждал, убеждал. Так отступился. А почему? Это закоренелый старый грех. Много спанье, самомнение. Вот отсюда охота поговорить. Описанием не занимается. И начинаем обуровить, что попало. Это нехорошо. Надо уметь признавать. Возможность Бог дает, своя ошибка. Я попятился. Задний ход давать. Иногда мы наяву не умеем задний ход давать. Это образец того, что и там не ладно. Вот что надо искать. В мужа искать мужественность, добродетель, знание Слово Божие, верность истинному пути и благовестие. Тогда есть надежда. Только надежда. Еще может и этого не быть. Достаточно. Полная отдача Христу может не понравиться. Ну в чем мы так нищие живем, вот все раздали. А вспомни, милостив Филарет. Он все раздал. Пришел, а есть-то нечего. А жена видит, он все раздает. Давай имение пополам делить. Поделили пополам имение это. Он-то все раздал, а еда... А как раздал-то? Люди приходят, просят, он отдает. У него все-то там ничего было. А он богатый был. Все раздал. Пашет на быках. Сосед пришел. А что ты приходил? Да я пришел мне пахать не на чем. Не на чем пахать. Так возьми моего быка. Так один не потянет же бык. Да бери и второго. Пашня засохла. Отдал. Другой пришел. У меня коровы нет. Так у меня теленок есть. Возьми. Теленка взяла корова кричит. Она кричит, тоскует. Возьми и корову. Это любой скажет, что ненормальный человек. Он пришел, а ребятишки его сидят, обедают. Дети. Уж не как отца. Может как странника накормите. Как странника. То есть как отец он все раздал. Ничего нет. И теперь вошел в историю Филарет Милостивый. А в дальнейшем Бог так сделает. Царю будут искать невесту. Невесту будут искать. И на нем остановятся эти послы. А что там? Вон там между деревьями крыша вроде видать какая. Да там один богатый жил он бедный. А у него дети есть и есть. И дочери есть и есть. Пришли к нему. Что, что царь наказал, увидели. Какие они добрые, какие красивые. И одна из них, Мария, стала царицей. Из бедности. А раз она царицей, у него опять все появилось. Ты богу только доверься. Это не сказка, это житие. Правда, она была несчастная, потому что он начал колбасить этот царь. Он развелся потом с ней. История подтверждает это. А как правило, люди дальше не говорят об этом. Стал придумать, что она его отравить хотела. А патриарх взял этот бутылек, какая-то мутная жидкость. Но она тебя отравила. Дальше что? Она перестала быть царицей. Царем избрали друг друга. Что она избрала? С чего бы ради на тебя? То есть он придумал, ему надо было жениться на другое, а эту убрать. И сколько они говорили по-своему. А дальше все беды начались. Почему? Потому что семя падало мимо. А может его и не было. Видите, какие истории прилагаются к тому, если ты знаешь житие святых и другое. Тогда Слово Божие раскрывается и заговорило. Оно запоминается легче. Оно живо и действенно. Ну все, можно отпустить, а то дойдят их комары. Заложи. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Так, вопрос. Человек без дела. У вас так не идет. Ветелку в руку или нож на кухню. Медицинская справка не нужна. Она прошла всякие медицинские свидетельства. Как смотришь на это? Я в первую очередь с ней разговариваю. С тобой еще советую. Ты ниже меня, по рангу. Почему без дела? Она на кухне помогает. Вот и пусть. Галины Александровны нет. Отступай. С другом. Бог благословит. Ей на кухню же разрешено заходить? Да разрешено. Она прошла все медицинские. И все, что положено. Вперед. Теперь весту Ялина Александровна, помогай там. Это после обеда. До обеда так. Работать надо. У нас работа в обеде. До обеда 4 часа. Там написано так. Каждый день работаем, не менее 4 часов. Написано? Все. А после обеда мы не работаем. Мне жаль, конечно. Надо узнать, на что. Какие силы у нас. Куда отправляем людей. Ну и что, с картошкой не закончили. Ну вот видите как. Только с радостью принимайте. Что, на картошку мы не закончили. Закончили. Вот и никуда не денется. Она будет опустой обеда когда-то. Все, вперед. У нас те, кто поливали до поздна, я помню-то тут 2 года, считай, не было. Они же отдыхали. Отдыхают. Вот у нас Нестор сейчас отдыхает. Что? Нестор. Ну пожалуйста. А потом я с ним и помолюсь. Все, пожалуйста. Коротко как бы пройти. Он спит? Ну он без 20-11 лег. Ну пожалуйста. Правила у нас две. Запомни, Володь, что меня если не будет. Здравствуйте, Ваня. Как бы поливали. Ну да, вы должны тоже быть. Ну просто дед Володя не знал, а я в стороне был. Ну дед Володя. А? Разложите им где. Никита, вот они стоят дети. Почему стоят? Тебя разве сидят взялся за колон. А то я положил каждому уже начало не работал. Они не слепилые, да? Да. Так-то вы уже не сидите. Расположите. Что вы сидите, Ваня? Берите сразу поле на себе. Что вы сидите-то? Такие здоровые парни сидят. А дальше еще ни разу не пересадим. Вон поленья. Я первый сел. Я первый сел. Ну, кто куда тянет? Лега срак ищу. Тимофей, что-то сидит. Не надо, уже сел, рукава натянул, все. Пойдем, будешь гровав. Начинай работать. Это нехорошо. Каждый минуту надо тебя искать и заставлять. Под ногами. Там еще не брали? Там не брали еще. А ты туда привез? Нет, я сюда привез их. Сейчас у вас есть, что-то? Нет. Давайте. Сейчас у нас наколочек. Куда, деда? Играет музыка. Играет музыка.